Сура Кураиш Прочтение этой прекрасной суры Священного Корана Итак, первый аят Ли-и-ла-фи-кура-иш Ли-и-и Вот данное удлинение В размере двух огласовок Подчиняется хамзе И нужно Размеренно Применять долготу В размере двух огласовок Ли-и-и-ла-фи Если в данном случае И, это огласовка кесра И два раза Протягиваем Получается Ли-и-и-ла-фи В данный момент Мы пропустили здесь Фатху И так получается Ли-и-и-ла-фи-ка-шамзе Вот данный момент Вот это естественно Удлинение в размере двух огласовок Вот удлинение кесры И удлинение фатхи В размере двух огласовок Они должны быть одинаковыми В долготе Получается у нас Ли-и-и-ла-фи Еще раз Ли-и-и-ла-фи Кура-иш Кура-иш При остановке аннулируется Танвин И переходит в сукун В данном случае Применяем правило Которое протягивается Два Четыре Шесть Так называемый Мадли В данном случае Мы выберем Четыре Итого получается Ли-и-и-ла-фи Кура-иш Идем дальше Второй аят И-и-ла-фи-хим Вот это Мад-силе Мад-силе Сухра Удлинение В размере двух огласовок Получается у нас И-и-и-ла-фи-хим Точно так же Как в предыдущем аяте Долгота применяется Здесь два Размера двух огласовок И здесь тоже И-и-и-ла-фи-хим И-и-и-и-ла-фи-хим Рих Ла Вот чтобы Ха Балагартаны Рих Не переходило Рих Ла Рих Ла Все мягкие звуки Рих Ла Тащ С огласовки Фатха Мы уходим На звук Шин С удвоения Так как солнечный звук Аннулируется Артикль Рих Ла Тащ Счита Здесь удлинение В размере четырех огласовок Рих Ла Тащ Счита Ива К большому сожалению Распространенная ошибка Является то, что Хамза Не произносится Аннулируется Так как После удлинения Хамза Нужно Немножко Больше усилий Для того, чтобы Фиксировать Правильное Призношение Касры В данном случае Итого Получается Рих Ла Тащ Ила Фи Хим Рих Ла Тащ Та Ивас Ива Ива С огласовки Фатха Уходим На сад Аннулируется Артикль Так как Это является Солнечным звуком Вас Са То же самое Два Четыре Шесть Мы выбрали Четыре Как в предыдущем Аяте Огласовка Аннулируется Переходит Суккун И у нас Получается Вас Са Аят Звучит Таким Образом И Ла Фи Хим Рих Ла Тащ Та И Вас Са Та Третий Аят Фаль Я Буду Фаль Я Я Я Айн Я Я является Грубой ошибкой Когда на звуке Айн Резкая остановка Фаль Я Я Нет Правильное произношение Я Буду Такой Продолговатой Мягкой Скользящей Остановкой на звуке айн, когда она с суконом. Фаль-я-а-буду Фаль-я-а-буду Бу-ду Вот в данном случае в размере двух огласовок. Естественно удлинение огласовки дамма протягиваем. Фаль-я-а-буду Ду Роб-бе Роб-бе Твёрдое произношение Ра. Роб-бе-ха-да Согласовки Фатха. Переходим на Лем То же самое предыдущих правилах. Применяем правила Мадлинь при остановке 2, 4, 6. Мы выбрали 4. При остановке Кесра аннулируется, переходит Сукун. Итого получается Фаль-я-а-буду Роб-бе-ха-да-л-бейт Бейт Так как Та является фрикативным звуком, при остановке фрикативность должна проявиться, чтобы рядом находящийся слушатель мог вычислить и прослушать звук Та. Роб-бе-ха-да-л-бейт И последний аят. АЛЛАЗИ 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 Здесь в размере 4 огласовок мы применяем ДОЛГОТУ. МАДМУНФАСЛЬ Раздельная ДОЛГОТА АЛЛАЗИ 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 После ДОЛГОТЫ После применяемой ДОЛГОТЫ нужно немножко усердие проявить, чтобы произнести ХАМЗУ Четко, ясно и выделенно. АЛЛАЗИ 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 Здесь применяем правило КАЛКАЛА ЭТО Не АТО Нет, ХАМЗА мягкая, чтобы А не начиналось. ЭТО ЭТО Здесь получается у нас мягкий звук, твердый звук, мягкий звук. И поэтому после выделения КАЛКАЛИ твердым образом нужно возвращаться на мягкое произношение. ЭТО АМАХУМ ЭТО АМАХУМ Вот здесь применяем. Назализация, полная назализация в размере двух огласовок. ЭТО АМАХУМ Полное смыкание губ. ЭТО АМАХУМ Потому что после назализации у нас применяется ИХФА. А ИХФА у нас мягкое, так как ДжИМ, мягкий звук. После полной назализации мы уходим на мягкое произношение ИХФА, так как здесь у нас буква ДжИМ. Итого получается. ЭТО АМАХУМ То есть после смыкания губ полной губы раскрываются, появляется щель для произношения ИХФА. ЭТО АМАХУМ Теперь еще самое интересное. После вот здесь ТАНВИН. ТАНВИН, после которого идет ВАУ. А здесь ИДГАМ, НАКУС. Неполное применение ИДГАМа. Неполное применение ГУННЫ, прошу прощения. ИДГАМ, БИГУННА НАКУСА, ассимиляция с неполной нозализацией. Итого получается. У нас полное смыкание ГУННА, полностью нозализация. ИХФА, сокрытие мягкое. А потом ИДГАМ, неполная нозализация, с неполной нозализацией. Обратите внимание. ИДГАМАХУМ МИНДЖУ'ИУВАААА. Применяем. Здесь ИХФА в размере двух огласовок тоже нозализация. ИДГАМ тоже в размере двух огласовок. После уходим на естественное удлинение в размере двух огласовок. АМЕНАХУМ АМЕНАХУМ Вот здесь то же самое как в предыдущем случае. Нозализация, полная нозализация в размере двух огласовок. И применяем правило ИЗГАР МИНЬХАУМ. Применяем 2, 4, 6. Мы выбрали с вами 6. Аннулировать огласовка переходит в СУКУН. Итого получается АМЕНАХУМ МИНЬХАУФ Еще раз. АМЕНАХУМ МИНЬХАУФ Теперь аят полностью. Обратите внимание. АЛЛАЗИИ АТОАНАХУМ МИНЬХАУМ МИНЬХАУФ АМЕНАХУМ МИНЬХАУФ Обратите внимание. Здесь маленький мим стоит, который заменен Танвин кесра для слитного чтения со следующей сурой. Итак, я прочитаю в завершении еще раз полностью. Прочитаю с применением огласовок, последних огласовок для слитного чтения всей суры. Обратите внимание. На этом мы с вами сегодня прощаемся. До новых встреч.